Чему учат в российских вузах? При советской власти в России было около 300 вузов. Сейчас вместе с филиалами 3600. Это абсолютный мировой рекорд. Тоже и с числом студентов. В стране их уже 7 миллионов 700 тысяч. Втрое больше, чем в 90-м году. В вузах шло 20-25% от общего числа выпускников школ. Сегодня, несколько лет подряд, количество людей, поступающих на первый курс, превышает количество людей, которые заканчивают 11-й класс. То ли граждане массово ринулись получать второе высшее, то ли вузы слишком увлеклись приписками ради получения лишних дипломных бланков. На черном рынке они в большой цене. Есть еще одно объяснение. Возможно, часть студентов попадает в вузы, вообще минуя школу. Прямиком из подворотен, с гор, с пальм. Нынче это не мудрено. Я дам вам сейчас чистые бланки всего, что можно запомнить. Вы дома запомните, если принято решение. Принесете готовый вариант. Я вам дам даже тест. Заполните дома и принесете вместе с платой за обучение. Так выглядит вступительный экзамен в обычный московский коммерческий вуз. А вот кого из этих вузов потом выпускают. Он юрист? Да, юрист. Сколько статей в нашем главном законе? Сколько у вас? Хорошо. Понял. Вы юрист? Да. О чем гласит первая статья Конституции? Правда. Первая статья нашего основного закона. О чем гласит? Отсюда следователи и судьи кодексов не читавшие. Отсюда падающие из-за человеческого фактора самолеты. Отсюда врачи, путающие магнезию с соляной кислотой. И даже молодежные шайки, где уже чуть ли не каждый второй студент. Все это тоже плоды просвещения. Современного коммерческого просвещения. Халява. Сидишь, ничего не делаешь. Так, спишь на парах. Им говорили, без работы не останетесь. Им обещали, будете востребованы на рынке. Так и вышло. Вещевой рынок города Вязьми. Много юристов, но они сейчас по специальности не работают. Рынки, магазины, такси. Бакалавр право. В свободное от торговли время подрабатывает на автомойке. Сосед по прилавку – магистр экономики. Работу строить. Куда можно? Да, пускай, ну, лава. Через ряд прищепками и бегуди торгует дипломированный менеджер. Менеджеры. Честно, в магазине продавцами, на самом деле. А так, больше нигде. В этом заштатном городке 50 тысяч жителей. При советах им хватало одного техникума. Сейчас на его месте коммерческий институт, а также два университета в школе и торговом центре и две академии в Яслях и на автобазе. Каждое новое учебное заведение мы согласовываем с исполнительной базой субъекта федерации. И вот губернаторы пишут там, открыть в такой-то деревне, в такой-то станице, филиал. Я спрашиваю, зачем он вам нужен? А мы говорим, а что с молодежью делать? Город она не поедет, а там маргинализируется, и никто его там не ждет. Столицы? Кому они там нужны? На рынке труда мы с ним. Пусть хотя бы ходят. И они ходят по заведомо тупиковой дороге. В России уже четырехкратное перепроизводство юристов, экономистов и менеджеров. Квалифицированных технорей при этом хронический недобор. Церковь можно купить, а вот мозги нет. Тульское КБ приборостроения. Во всем городе оружейников на старейшее и крупнейшее градообразующее предприятие не могут найти токаря, а также фрезеровщика, инженера, конструктора. В местном университете для подготовки технорей-оборонщиков выбили даже бесплатную квоту. 45 мест. В итоге конкурс полчеловека на место, выпускники пустое место. Профессорско-преподавательский состав ленивый. Он написал эти лекции 20 лет назад и шпарит их. Поэтому, когда студент в виде молодого инженера приходит на производство, там я говорю, ну, Бог, да ты же отстал на 15 лет. Последнее интервью скоропостижно скончавшегося на днях Василия Петровича Грязева. Выдающийся русский конструктор-оружейник. В свои 80 лет он по 10 часов в день стоял у Кульмана, а потом еще водил по цехам экскурсии для школьников. Все надеялся найти себе преемников. Не нашел. Не хочу получить награду Патриот России, потому что проработал за станком 50 лет. Хочется жить как-то в мире побольше. Им говорят, не учитесь на безработных. Им объясняют, в местных юридических и прочих конторах стартовая зарплата уже меньше, чем в заводском КБ. Бестолку. Капризы моды, понятия о престижности профессии давно не имеют ничего общего с доводами рассудка. Мы как-то говорили вам, что в районе сложнее, намного сложнее, чем здесь. Филиал Волгоградского госуниверситета. Волжский гуманитарный институт. Видеосеминар. Практика общения с загробным миром. В чем заключается функция добрых духов? В прошлом понятии, есть и добрый дух, и злый. Дальше теоретические занятия. Авторский спецкурс. Конструктивные особенности НЛО. 25% занимает металл. Следующее 30%